Знаете, Игорь Михайлович, вот следующий ещё такой вопрос. Вот люди вроде бы чувствуют, что надо как-то помочь другому человеку, и говорят, а какие у меня есть вот ресурсы, какие у меня есть возможности. Да, я согласен, вроде бы и хорошо, и надо помочь другому человеку и преодолеть вот этот барьер разногласий, и самому станет легче. А какие есть ресурсы у человека? Огромные. Если он это говорит, значит, он может говорить. Значит, он обладает огромным ресурсом, который он не реализовывает, понимаешь? Объясню, друзья. Да, мы просто люди, и нами легко манипулировать тем, кто наверху. Но их власть стоит на наших плечах. Вот он и ответ. И в действительности, если люди захотят, то будет так, как они захотят. Нам просто нужно об этом рассказать тому, кто рядом. Но рассказать так, чтобы он захотел рассказать и другим, тем, кто рядом с ним. И всё. И мир меняется. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и ещё одна экспедиция позади. Первый раз. Столько результатов. Всё совсем не так, как нам кажется в этом мире. Наконец-то всё стало с головы на ноги. Не зря столько сил на поездку потратили. Спасибо школьной историчке Петровне Археологовне, как мы её тогда называли, за напутствие на выпускном. Всё-таки случилось с её лёгкой руки. Истфак, как задумал. И уже на второй год, и серьёзная работа на раскопках. Да, первая экспедиция, как первый урок в школе. Не забудется никогда. Спасибо, Петровне. Теперь уже не могу без всего этого. Надо же. А как не хотелось ехать. Думал, всё. Хватит. Отъездился. Слава Богу, Серёга поддержал. Спасибо ему. Нужно позвонить, как приеду. Поделиться всем этим невероятным пониманием. Это, конечно, перевернёт всю его работу по религиям. Да что там работу. Всю жизнь, наверное. Эль Торо. До сих пор не могу поверить тому, что мы там увидели. Всё, что я раньше изучал, теперь полностью меняет свой смысл. Вся наша история – это какой-то чудовищный обман. Сергей. Здорово, дружище. Да, вернулся. Можешь приехать? Есть новости по твоей теме. Да, лучше сейчас. Я проездом завтра улетаю. Да, сейчас. Угу, жду. Ну вот, Мишка, привет. Объездил полмира уже. Странный он. Семьи нет. Николай, не двора. Всё мотается по свету. Всё что-то ищет. Да, мы ещё со школой вместе мечтали об экспедициях. Я изменил мечте. Я стал кабинетным учёным. Копаюсь в религиях. А он? Что же он накопал такое, что среди ночи заставил тащить с кем через весь город? Очень интересно. О, что это такое? Я в нетерпении картинок уже насмотрелся. И судя по твоему виду, в этот раз что-то особенное. Когда книгу подаришь? Скоро. Уже в печать. Вот так обрадовал. Жду с автографом. Обязательно. Но, сушь, ты меня для этого сегодня ещё вытащил. Да не гони. Тут серьёзный вопрос. Буду разбивать твой идейно-исторический фундамент. Ого. Замахнулся. А в горле пересохло. Готовься. И? А вот, посмотри. А, ну что, доллар как доллар, почему не смотреть? Не туда смотришь. А если вот так? Ничего не вижу. А ты глаза-то прищурь. О, сожжи, правда. Роже какого-то уродца. В интернете ещё посмотри. Там лучше видно. Запомни этот образ. Сегодня он нам пригодится. Ну что, всё это значит? Давай зайдём с другой стороны. Ты задумывался, зачем древние зодчи его дружали на храмы купола? Продолжим. Ты только подумай. Тысячу лет назад не было башенных кранов. А купол – это непростое сооружение. Зачем на большой высоте создавать себе такие сложности? Почему не сделать плоской или, на крайний случай, конеческую крышу и успокоиться? Какая разница, где Богу молиться? Ты вот куда? Конечно, задумался. Есть разные теории. У тебя, видно, какое-то своё объяснение, на чём я спросил. В храм приходит много людей на службу. Все они синхронизируются на словах пастора. Так. И вот эта толпа синхронно направляет энергию своих стремлений к Богу. А Бог где по современным канонам? А Бог где по современным канонам? Ну, для верующих Бог где-то там, вверху, на облаках. Вот в этом-то всё и дело. То есть ты хочешь сказать, что храмы собирают энергию верующих? Заметь, это ты сказал. Как ты издалека заходишь? Говори прямо, что нашёл. Ладно, слушай. Мы изучили множество камней с очень странными рисунками, найденными в окрестностях холма Эль Тора. Первые уникальные находки на этом холме были обнаружены примерно 60-80 лет назад, в древних захоронениях и скальных пещерах. Давай покажу. Их обнаружили не археологи, а местные. Ну, как бы так сказать, фермеры. Чёрный копатель? Ну, называй как хочешь. Люди зарабатывают на жизнь, чем могут. Там с этим сложно. В общем, дело рискованное. Чтобы проникнуть в пещеру, нужно спуститься через очень узкий, длинный лаз. В тех условиях на это не каждый решится. Жара, дышать практически нечем. Там дождение бывает годами. А официалы почему не копают? А вот это хороший вопрос. Почему официалы обходят эту тему стороной? Все артефакты найдены путём несанкционированных раскопок. И количество их точно неизвестно. По оценкам местных исследователей, их может насчитываться от 3 до 5 тысяч единиц. Ну, вот смотри. Очень странное изображение. Может, ещё покажешь? А ну-ка. Это хирургические операции. Ширпиоприношения. Ну, ох. Какая-то дикая смесь. Ты хочешь сказать, что если это реальность, то официалы не могли пройти мимо? Да. Это может правда наводил для предвлечения туриста уж более на качестве сделанных рисований? Углеродный анализ показал, что камни – это реальные артефакты. Сделаны из яшм, стеотита, нефрита и лазурита. На очень высоком технологическом уровне. Есть среди наших исследователей, которые давно занимаются этим и задаются вопросом. Отчего многих народностей развит культ деформации голов? Говорят прямо, что Эль-Тора – это база чужих. И увязывают этот культ с подражанием яйцеголовым богам. Здесь в этом месте мы переходим из области дефоризогребности Атрантика. Не спеши. Скоро всё будет. Прослеживается очень интересная картина. Все артефакты, так или иначе связанные с непонятными инопланетными существами, находятся в радиусе около ста километров от холма. Создаётся впечатление, что здесь несколько тысяч лет назад существовал некий цивилизационный центр. Вот, посмотри. Что ты на это скажешь? Именно так твоему выглядит цивилизационный центр. Пока очень много вопросов. Погоди, скоро и ответы будут. По твоему полю пройдёмся. На линии намекаешь? Да, но об этом позже. Вот, посмотри. Это не единая цепочка. Ну вот. Помнишь Ветхозаветное? Тогда Сыны Божьи видели тысячели человеческие, что они красивые, и брали их себе в жёны, кто руку избрал. Ты об этом? Да, именно. Только это говорилось о временах Атлантиды. Тогда тоже были проведены генетические эксперименты, в результате которых произошли нынешние человеческие расы. Почему тоже ты хочешь сказать, что афиксианцы проводили генетические эксперименты по встрече у них двух разных видов человеческого и рептилоидного? Точно. Камни Эльтора показывают даже такие подробности, как рождение от земных матерей полукровок. Вот, посмотри. Смотри. Понятненько. Да, получается, любовь к генетическим экспериментам присутствует на каждом веке развития человеческой цивилизации. Поэтому вопрос нефилимов, многим исследователям совершенно не даёт покоя до сих пор. Так? Дарю тему. Этого сейчас полно. Кто-то даже икону успел нарисовать в интернете. Вот. Как тебе? Точно. Тёща футболку с таким красавцем сына подарила. Сказала, что на папу похож. Ну, сыну нравится. И я не сержусь на неё. Имеет право. Вот такую, что ли? Точно. Кто-то целенаправленно открывает окна Авертона. Ты знаешь, на отношение к этому вопросу. Так, можно сказать, что тема ИЛО никогда в обозримой нам истории в общем-то и не затрывалась. Взять хотя бы ту же средневековую живопись. Да, сейчас покажу. Ну, полюбуйся. Вот, посмотри. Да. Ну, можно так глубоко и не копать. Вот, посмотри. Да. Ну, можно так глубоко и не копать. В интернете множество изображений монет с существами, аналогичными существам с камней Эль Тора. На этих монетах указаны даты 30-х годов прошлого века. Это как раз то время, когда в нацистской Германии существовало общество Грилл. Члены которого, как пишет тот же Будри Кларк, активно контактировали с инопланетянами. Якобы даже получали от них проекты летающих блюдец. Подлинность этих монет даже не обсуждается. Но, повторю свой тезис. Кто-то усиленно продвигает эту тему. Знаешь, мы из Ватикана постоянно слышим множество очень странных заявлений по этому вопросу. Что они хоть завтра готовы принимать вовную церковь инопланетян. Помнится о Хосе Фулнес, какой-то у них есть священник иезуит, который является главой Ватиканской обсерватории и научным советником Паку Бередикта. Вот он заявлял как раз о детстве Рейта, что человеческая раса может быть за лучший овцовую вселенную. Называл инопланетян братья. Ну, слушай, я выканул пока, даже ты помнишь. Ты уже совсем близко. Давай я тебе лучше кипяточку добавлю. Знаешь, я начинаю ходить по вкусу. Кстати, продолжая тему папы, его облачение это нечто особенное. Лен, у тебя еще один камень из твоего идейного фундамента. Ну, попробуй. На его облачении изображен Геоглиф Тарапака из пустыни Атакама. Сейчас я тебе его покажу. Ничего не напоминает? Демонов скамнили Тору? Да, понимаешь? Пока нет. Но сам факт того, что надежда Верховного Рождеца изображенная в планетяне, говорит о многом. Мне пока даже сложно сказать и сложно представить о чем. Очевидно, что для фигур такого уровня, как папа, не бывает случайностей. И в одежде, и в знаках, и в символах, которые меня украшены. Верной дорогой идете, товарищ ученый. Скоро вам будет представлена эта картина во всей своей красе. Какой центральный религиозный обряд во всех христианских циклях? В Евхаристии человеку дают хлебец плоти Христа и красной виной его крови. Важно не то, что человек ест и пьет. Важно, что он сознательно настраивается на то, что поедает плоти Христа и пьет его кровь. Поедание плоти и запивание кровью Христа. А откуда это идет? Да идет. Самый бред Евхаристии был якобы предвосхищен в книге бытия священника Бога Мельхисюдека, царем Салимским, который вынесли их певеном. Богословил его и сказал, благословен Авраам, от Бога Всевышнего, Владыки Небо и Землях. Распятие назовется к жертве Исаака, которого должен был принести Богу Авраам. Но Бог сжарился и заменил Исаака Акти. Христианство сделало из этого, сделало этим жертвенным актусом Христа. Он якобы и пришел на землю только для того, чтобы быть распятым. В этом направлении современное человечество вообще дошло до кровисти. И то есть игрушку по названию «Распини Христа». Вот можешь поискать и увидеть. Да, полное расчеловечивание. Это еще один штрих-картину, которую я хочу тебе сегодня представить. Но вернемся к теме. И так прослеживается две мысли. Кровавая жертва и поедание плоти. Первую мы нашли в истоках иудейской веры. А со второй придется сделать небольшой круг. Как ты знаешь, в странах Латинской Америки популярная религия Вуду. Для приверженцев Вуду самый черный обряд это съесть плоть своего поверженного врага и выпить его кровь, чтобы получить его силу. Таких ритуалов по миру очень много. И не только у Вуду. Вот смотри. Если стороны смотреть, выглядит полной дикостью. Христос говорил, не называя вас рабами и бараб не знает, что делает Господин Иван, но я назвал вас друзьями. И вот получается, каждое воскресенье огромное количество людей по всему миру поедает плоть того, кто назвал их друзьями. Ну, пусть символически. Мы знаем по словам Христа, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прилиподействует с ним в сердце своем. То есть Христос приравнивает то, что происходит у нас в мыслях, к реальному действию. Верно. Но вопрос-то в другом. Кто-то внедрил в умы людей, что поедая плоть Иисуса и выпивая его кровь, люди станут причастниками Божественного естества. И зачем он это внедрил? Ну, хорошо известно, что эта обыча идет еще под первым временем. Не будем торопиться. Давай постепенно переместимся вглубь времен. Обратимся к кодексу Телорина Ременсис. Ты, наверное, знаешь, что это испанские комментарии, выполненные в 16 веке к индийским рисункам, восходящим к доиспанским пиктографическим текстам. Ну да, слышал об этой книге. Там есть примечательный фрагмент. Процитирую. Это был способ, каким жертвовали кровь из языка и ушей и из боков, из ног, из равных мест. Это делали только старшие жрецы. И они ходили черными от камеди, потому что если жертвоприношение проходило ночью, они имели необходимость в огне, который должен был всегда гореть в храмах. И они ходили черными от камеди, потому что если жертвоприношение проходило ночью, они имели необходимость в огне, который должен был всегда гореть в храмах, где у них всегда были лезвия и трубы и раковины, в которых у них был фемиан и все другие необходимые для жертвоприношения вещи и в придачу боевое знамя. И хотя они жертвовали детей в храмах, не все становились предметом жертвоприношения, а только самой важной среди народа. В определенном месте храма, в котором жрецы должны были приносить жертву, клали тунику, похожую на наше изделие из раскрашенной кожи. Обо всем этом доподлинно известно и достоверным является то, что эти люди пришли из Иудеи, потому что все их обряды из этой главы почти такие же, как и в тексте книги Левит. Надо же, где Мексика, а где Иудеи. А теперь немного отвлечемся, но как ты увидишь позже, это тоже станет штрихом в нашей большой картине. Я в нетерпении дорогой ходу. Посмотри вот эту карту, это округ Каимбра в Португалии. Ну, деревня, деревня, какие-то сельские местные, с виноградники, деревушки, какой-то городок небольшой. Что тут такого? Все верно. А сейчас я переведу тебе название этих деревушек. Только держись за стул. Ритора. Кто-то из воды, помимо воды, по ту сторону воды. Хранилище эмбрионов. Смотрители эмбриона. Река Гены. Людейский порт. Эмбрионы. Сплавленные эмбрионы. Эмбрионы химер. Молодая парочка. Зверинец. Бестиарий. Питомник. Дрог по-латински. Гениста. Агениста с португальского. Гений. А вот еще одна примечательная местность в сорока километрах от Лиссабона. Пристегнись. Эмбрионы негров. Эмбрионы овец. Эмбрионы зебр. Наша госпожа, богоматерь так называют, эмбрионы. Слушай, я под веками ищу пить карты. Надо прерваться и осмыслить. Чайник уже остыл. Пойду-ка поставлю подогреть. Торисович. Как такое может быть? Девушки, которые, посмотрите, относятся к названию по 300-500 лет. Кто знает свою реальность? В этом-то и дело. Ты знаешь, мне же ничего не нравится этот настой. То ли еще будет. Знаешь, прогрегусь. Давай дальше. Интересно. А вот посмотри на этот рисунок из кодекса Борджия. На нем бог южной стороны, дождя, грома, огня, тлалок, богиня живой воды, чальчевут, ликоя, создают человека из двух видов хромосом. Как видим, генетика не является современной наукой. Она была хорошо известна в древности. И не просто хорошо известна, а широко использовалась на практике. Но то все присказка, не сказка. Сказка, а все, брат, впереди. Остался всего лишь один шаг. И ты увидишь картину целиком. Для меня таким шагом стала одна передача. Я давно слежу за этим каналом. И могу сказать, все, что они говорят, подтверждается. Но ты сам можешь в этом убедиться. Вот, посмотри фрагмент передачи. Игорь Михайлович, а почему такой способ? Почему именно создание религии? Для чего? Давай рассмотрим. Произошла колонизация, скажем, планет. Неважно, какой. Там есть разумные существа. Но эти существа, мало того, что одухотворённые, они ещё одушевлённые. Значит, они являются источником Аллат. Надо что сделать? Чтобы они анти-Аллат передавали им. Потому что мы также вот с тобой уже в прошлой передаче поднимали, что это самая ценная валюта во Вселенной. В действительности. Это правда, друзья, нет ничего ценнее. И для того, чтобы люди её добровольно отдавали, нужно что-то придумать. Там, где люди эмоционируют, собираются вместе в шоу, в спортивные мероприятия, концерты какие-то, каждый день их делать не будешь. Логично. Для того, чтобы возбуждать толпу. Ещё приедается. Не вызывает таких эмоций, если это смотреть каждый день. А дома опять-таки человек посмотрел концерт, пришёл домой и не кормит. А человек должен постоянно был генерировать своё внимание, перекладывать или передавать в их казну. А для того, чтобы он это делал, нужно что-то было придумать такое, чтобы человек постоянно, знаете, как корова, отдаёт молоко дважды в день. Добровольный хотел ещё это сделать. А здесь человек разумный, и он должен добровольно делать. Да, можно держать под страхом, на эмоциях. Любой страх, он приедается. И в конечном счёте человек, если его сильно пугать, он перестанет бояться, он смирится с этим, опять перестанет давать своё внимание. Что необходимо? Ну с учётом того, на каком уровне неразвития у них, до этого времени уже были колонизированы миллионы и миллионы планет, у них, естественно, наработаны методы работы с такими вот человекоподобными, как мы. То есть самый простой вариант. Они возвели из себя в ранг богов, создали религию, обязали всех молиться им. Но не просто молиться, а по нескольку раз в день усердно молиться, каждую неделю посещать храмы. Опять-таки купольные храмы мы наблюдаем ещё с тех времён, также же, мегалиты и многое другое, то, что осталось ещё с тех времён. Почему такая форма строения? Ну это физика. Это банальная физика, поэтому тут многие это знают и понимают. Но дело в том, что они остались такой формы до сегодняшнего дня. Как бы мы передаём, наверное, собирает, аккумулирует и передаёт. Проще. Меньше потерь. Ну опять-таки и же антенны, и многое другое. Так вот, в религиях, в этих, что они ещё вели? Ну естественно, что они не могут их, как мы уже говорили, ввести к богу, но цель такая не стояла у них. Им главное, чтобы люди передавали своё внимание, чтобы оплачивали. Поэтому те, кто более усердно молился и был более преданным, и это замечали другие люди, они их возвеличивали. Над другими людьми. Они делали их жизнь лучше, богаче, достойней и ставили их командовать этими людьми. В последующем, по-моему, где-то уже к середине 25-го тысячелетия, они ввели уже жреческий состав людей, то есть сделали их посредниками между собой и людьми. И люди уже начали тогда проводить ритуалы, ритуалы жертвоприношения. Как всем известно уже, скажем, тем, кто увлекается этой темой, апексианцы людей употребляли не только ментально наше внимание, но и реально, то есть человек до них был в лакомстве. В этом они приносили жертву и людей, так оно и пошло. Но тех, кто себя, скажем так, отдавал в служение апексианцам, те становились и жрецами, и правителями над народами, и все видели, что Бог даёт, что Боги в действительности дают людям богатство, дают хорошую жизнь, дают здоровье. А с учётом, на каком уровне они развитием были, то они легко видели тех, кто против, кто возмущается, кто сомневается. И таких они наказывали. Опять-таки публично. Значит, Боги они ещё и наказывают, не только возносят, но и… Карающие Боги. Конечно. Как интересно. То есть у нас же получается, что, безусловно, отголоски этого есть до сегодняшних дней, потому что есть Бог, который даёт материальное тебе благо. Это особое благоволение Господа, если ты верен Ему, если ты богобоязнен. И точно так же, ведь очень многие люди интересуются, почему всё-таки любящий Бог, а Он и яростный, Он и негодующий, Он и дневливый. Почему это так? И вот оно, отголоски этого. Ну, это Стефор Ремёныч. Итак, в этой Вселенной есть разные виды существ, но все они делятся на две группы. Те, у кого есть возможность получать силу из-за предела материальной Вселенной, и те, у кого нет такой возможности. Первый там? Да. Существа, у которых есть душа, получают силу напрямую от Бога. Все остальные вынуждены её забирать. Поэтому мы люди, обладающие при жизни такой ценностью, как душа, представляем интерес для всех бездушных тварей Вселенной. Именно такими тварями, апексианцами, была захвачена наша планета ранее 25 тысяч лет назад. И что теперь мне? Цирк уехал, а клоуны-то остались. В смысле? Апексианцы были изгнаны с Земли высшей человекоподобной расой во Вселенной, анунафами, по просьбе самих людей. Апексианцев прогнали, но история по сбору силы внимания не закончилась. 24 тысячи лет назад началась эпоха Атлантиды. Верховный правитель Эль воспользовался наследием апексианцев для обретения тотальной власти над человечеством. Он стал единоличным правителем Земли, а его сын Яхве, используя ген апексианцев, создал иудейский народ. Именно иудеи стали первыми жрецами современного человечества, назначив себя посредниками между богами и людьми. Они продолжили традиции апексианцев по сбору жизненной энергии. С тех пор человечество используют в темную, через систему религий. Ведь религии учат просить материальных благ у Бога, а направлять свои просьбы вовне. Когда люди так поступают, они сжигают силу, которую должны направлять на собственное спасение. А помнишь, что Христос говорил? Куда нужно обращать молитвы? Со снижением Божием внутри вас есть. Именно. Теперь ты понимаешь? Я вижу, что религий действительно на чем-то складывается. Теперь я понимаю, зачем нужно быть упалом в храмах. Ведь благодаря своей форме они накапливают энергию и передают им. А что, письма дошло до трюссад? Нужны имя, образы, этапы? Верно. Думаю, к этому нас готовят те, кто носит на своих одеждах изображения бездушных варек и рисует их портреты на самой массовой валюте мира. Человечеству в ближайшем будущем может быть предложено новое изображение святых, подобных тем, что мы сегодня с тобой едим. Вот так и что же? И не говори им. Погоди. С любителями силы мы все равно непонятно. А что мы? Какова наша роль? Наша задача для чего нам дается без силы, за которую гонятся. Наконец. Это самое главное, ради чего я тебя позвал. Осталось навести блеск на нашем полотне реальности. То, что происходит сейчас на Земле, возможно только в условиях, когда люди не знают, для чего им дается. Это бесценная сила. Только в этих условиях можно ее забирать у людей. Ибо если они будут знать, что это и зачем, они будут очень-очень бережно относиться к своему вниманию. Силе, данной им Богом. А внимание – это проекция в нашем мире той силы, которая идет из мира Бога через наши души. Что это? Зачем? Об этом говорится во всех религиях. Если бы в них не было бы этого, невозможно было бы заманить туда миллиарды. Но зерна знаний скрыты в горах плевел, и отыскать их может только человек, истинно преданный Богу. Таких, как ты понимаешь, после ухода из мира пророков, оставались единицы. Именно поэтому наш мир на краю гибели. Катаклизмы с каждым днем все сильнее. Но у нас все еще есть шанс. Именно поэтому я и говорю с тобой и позвал тебя среди ночи. Наш мир создан с единственной целью, чтобы такие же люди, как и мы с тобой, при жизни приходили в мир Бога через двери души. Все, никаких других смыслов и задач у этой вселенной не существует. Слушай, а если кто не прошел через двери, что тогда получается? Тогда после смерти тела он становится субличностей, паразитом на душе. И так же, как и афиксианцы, только уже из невидимого мира воруют жизненную энергию живого человека. Если человек не прошел через двери души при жизни в теле, то для него остается один смысл существования — жрать чужую силу внимания. Когда он не жрет, он испытывает страшный голод. Такой бывший человек с субличностью никогда уже не сможет прийти к Богу. Он навсегда утрачивает этот уникальный шанс, который дается единожды. В этом и есть смысл всего. Знаешь, я, пожалуй, пойду. субличность, Миша, Миша, я все понял. Слушай, слушай, я все же занимался религией, никогда не видел этого. Жизнь человека, который не знает, зачем он пришел в этот мир. Она как лист, у которого ветер судьбы гонит по жизни, куда хочет. А потом он превращается в прах. И все. Его сметают здоровье, как мусор. А все просто. Как все просто оказалось. Просто пройти через двери души и все. И все. Вот весь смысл, которого я искал всю жизнь. Теперь я это знаю. А значит, мне удобно пройти через эти двери. И еще. И рассказать другим, чтобы я оставил знание. Вот и весь смысл. Спасибо тебе. Это изменило меня. Это изменит мир. Спасибо тебе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok